Более 78 миллионов тенге выделено из бюджета на оказание единовременной материальной помощи школьникам из нуждающихся семей. В категорию попадают дети школьного возраста из семей, получающих АСП или имеющих доходы меньше прожиточного минимума. Также дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. Материальная помощь выделяется только товарами. Материальная помощь в виде перечисления денежных средств на карте счета родителей запрещена. С 2019 года такое изменение внесено. И поэтому в этом году у нас 3154 детей из такой категории. Мы по школам всю информацию собрали. Школы сейчас собирают информацию по размерам детей. После сбора списков и выделения средств в каждой школе в сентябре каждое учебное заведение будет оформлять заявку на конкурс, выигравший тендер подрядчик и будет обеспечивать школьников необходимыми вещами. Средства можно расходовать на приобретение одежды и констоваров. По области определена общая сумма 25 тысяч тенге на одного школьника. Из них 20 тысяч на одежду, 5 тысяч на канцтовары. На 20 тысяч мы не можем всю одежду покупать. У нас постановление 1032, если уважаемые родители посмотрите в интернете. Постановление конкретно указывает, какие виды одежды можно приобретать. Это школьная форма, это спортивная форма, это обувь и канцелярские товары. И канцелярские товары тоже перечисляются, что туда входит. Не все подряд, если так взять. Так как в этом году учебный год начинается дистанционно, руководство отдела образования поясняет, школьная форма не обязательно, ее можно заменить опрятной чистой одеждой. Однако закупать в качестве помощи все равно будут только те предметы одежды, которые указаны в постановлении министерства.